Ян, Серёж, вы большие молодцы, потому что есть анкета, где практически всё написано. Что вы любите, что вы не любите. Вот меня заинтересовал такой момент. Слабые стороны. Неумение вовремя остановиться у Яны и у Сергея, соответственно, зависимость от своего настроения. Вот опять-таки расшифруйте. Что значит неумение вовремя остановиться? Ну, может быть, это не слабая сторона, это может быть небольшой такой недостаточек. Потому что я всё время хочу сделать огромный объём работы за, может быть, не такой большой промежуток времени. Вот, то есть иногда бывает, что действительно Серёге приходится говорить, ну, успокойся, подожди, дай в голове уляжаться, и потом пойдём дальше работать. То есть невозможно всё сразу сделать. А мне хочется, чтобы было это всё сразу и хорошо. Серёж, как вам хочется? Мне тоже, чтобы хочется всё хорошо, но я предпочитаю это всё делать вдумчиво и постепенно. Но вы хитрец. Вы про слабые стороны ничего не сказали в анкете. Про вашу слабые стороны Ян заметил, что в зависимости от настроения. Ну, я вас, я, в принципе, меня когда спрашивают, я не это указываю, потому что я считаю своей основной слабой стороной то, что я излишне вспыльчив бываю. То есть вы просто об этом иногда тактично умалчиваете, но не сейчас. Ну, я просто... Излишне вспыльчив, это что значит? Поднимаете руку, прости господи, на партнёршу, на тренера, на зрителей? Нет, это не руку, просто очень часто начинаешь заводиться, даже порой по пустякам. Нет, руку поднимать до такого, слава богу, не доходило. Ну, я утрирую, конечно. Не на тренера, не на партнёршу, естественно. Но бывает, что просто начинает там какая-то вещь не получается, и просто начинаешь выходить из себя. То есть злишься на себя, на всех окружающих. И, ну, получается так, что надо успокоиться и потом продолжить работать, иначе всё равно не получится в таком состоянии. Ян, я так полагаю, что вам с ним трудно? С этим парнем? Ну, знаете, мне кажется, со мной тоже нелегко, потому что я, в принципе, достаточно эмоциональный человек. Вот, и Серёгина вспыльчивость меня не шокирует. То есть я уже и привыкла, и, в принципе, я достаточно адекватно это воспринимаю, потому что я тоже могу вспылить, и очень здорово вспылить. Поэтому мы как-то так вот друг друга понимаем. Но мы-то знаем, что кто-то должен уступить в конечном итоге. Кто у вас палочка-выручалочка, который гасит эти волны? Александр. Тренер. Александр Свинин. Да. Или Ирина Владимировна, кто близок. Хореограф Ирина Владимировна Жук. Да. Резюмируя, кто лёд, кто пламень в вашем дуэте? Можете гореть оба. Пламень, лёд. Вы согласны, Яна? Ну, а что мне остаётся? Ну, тогда самая жаркая часть программы у нас впереди. Напоминаем наши гости. Яна Хохлова, Сергей Новицкий, медалисты чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию. Продолжается программа сборной России. У нас в гостях самый фееричный дуэт мирового фигурного катания. Призёры чемпионатов мира и Европы Яна Хохлова и Сергей Новицкий. Вы так со мной не спорите, я говорю, самый фееричный. А по-вашему, что такое вообще фееричная пара? Дайте определение, пожалуйста, вашей феерии. Ну, знаете, у нас несколько раз в этом году было, что на наших танцах после наших выступлений вставал зал, аплодировал стоя. Этого, в принципе, наверное, мало кто этим может похвастаться. И я думаю, что это и есть феерия. А смотрите, если брать опять вашу анкету, вы вроде как настолько похожи и такие разные люди. То есть у вас, допустим, в музыкальных представлениях, Серёж, ДДТ, Наутилус Пампилиус, вы Айрон Би, прости господи. Почему прости господи? Странный стиль. Ну, неважно, я просто из таких хэви-метальных людей. На самом деле, вкусы просто диаметрально противоположны, да, то, что происходит с Сергеем. Ну, в общем-то, да. В каких-то вещах действительно у нас совершенно разные мнения на один и тот же вопрос. И, нет, не только в музыке. Вы можете слушать Айрон Би? Нет. А вы ДДТ, Наутилус? Могу слушать, но не с фанатизмом. Нет, ну, понятно, что слушать я всё смогу, но эта музыка ничего в душе, никаких там ответных чувств не вызывает, и поэтому... Любимые песни, кстати? Ну, ДДТ, Наутилус. Знаете, сложно, там довольно-таки много любимых песен, сейчас просто на вскидку так очень тяжело сразу какую-то одну любимую выбрать, но нравится практически всё, и большинство из раннего, конечно. Не то, что вот было более позднее. Из раннего, хорошо. Хорошо. А вы следите за тем, что у нас там в мире Айрон Би происходит на данную минуту? Кто нынче в хит-парадах? Нет, к сожалению, не успеваю. Кто? Регана, новая звезда Айрон Би. Так она недавно в Москве была, поэтому вы знаете, вы афишу видели, Серёжа, я знаю. Да, 19-го числа она выступала, действительно, у нас мы в этот момент боролись как раз. Если бы не боролись, на концерт бы пошли? Не знаю, возможно, сходило бы. Вот опять-таки, почему, собственно, мы говорим о музыке, опять разные вкусы, есть какие-то точки соприкосновения, которых, тем не менее, мало, а вот выбор музыки, он же должен, по идее, учитывая ваши разные пристрастия, вызывать, ну, по крайней мере, на начальном этапе определённые споры, может быть, разногласия. Ну, у нас, конечно, и такое бывало, но что касается, допустим, музыки на тот же произвольный в этом году, нас пригласил к себе тренер домой наш для прослушивания музыки, и буквально, что после первого прослушивания не сговаривались, и я, и Яна сказали, что мы её берём. Никогда ещё короткая июльская ночь на Ивана Купалу, когда вся нечисть слетается на ведьминский шабаш, не длилась так долго, почти год. Весь сезон Яна Хохлова и Сергей Новицкий, вызывающие смело, катали свой произвольный танец «Ночь на лысой горе». Она ведьма, он демон. Идея Татьяны Тарасовой, предложенная тренером Александру Свинину и Ирине Жук, дьявольски не просто превращалась в пульсирующую ледовую постановку. Что самое удивительное, дольше всего она рождалась здесь, в домашней мини-студии Александра Свинина. Мы не хотели брать чистую классику, мы хотели взять такую несколько частей из разных видов и попробовать их скомпоновать. Вот и так получилось, что вот основной такой костяк я довольно быстро нашёл в интернете. Вот эти добавки, которые там другие части, которые компоновать надо было ещё с другими программами, вот на это ушло примерно где-то в районе полугода. Придумывая программы, тренеры прослушивают десятки дисков, скачивают из интернета сотни треков. Александр Свинин сам монтирует отобранные музыкальные фрагменты. Ночью на лысой горе он спаял воедино Мусоргского и Грига. Получилось магически красиво. Добавлялись маленькие кусочки, потом внутрь вставлялись побольше, большие части. И вот когда последняя часть там со словами вот эта была найдена, вот и когда всё уже сложилось, и я прослушал эту программу, я просто вздохнул с облегчением и сказал, ну всё, на этом надо заканчивать, лучше не будет. Затем супружеская пара Свинин-Жук била тарелки. Придумывали программу у себя дома, а потом уже несли её на лёд ученикам. Ну правда, я в коридоре, я даже несколько тарелок разбила, я там руками так махала, что тарелки сыпались. Шура был недоволен. Когда им сказали, что вот одна будет ведьмой, а он демоном, они буквально сразу эту идею восприняли как надо и воплощали уже по полной, ну в тех ролях, которые мы их сказали. Давай. Сначала вот просто вот они встали, я говорю, Серёж, сядь и закрой её руками, чтобы было такое впечатление, что его голова, её туловище, а у неё головы нет. Вот я не знаю, что это такое навеяло, вот откуда-то вот оттуда. И сама так говоря, думаю, вообще нереально сделать, а не раз и сделают. Давайте, с оттяжечки хорошие. Танцы же раньше не делали вращение. Мы не делали. Вот и мы тоже когда не делали, поэтому для нас это было новое, но мы позвали там у нас друга парника, который пришёл на тренировку и показал вот эти базовые там хваты рук, хваты. Вот и в принципе отсюда всё и пошло. Вот Янка делает мешкутёнка вращение. Это сделали первый раз Артур Дмитриев. И, кстати, Артур он нам тоже поправлял это вращение. Он приходил к Малогорске и так он помог с ним. Но это такое эффектное вращение, и практически никто не делает в танце. Хорошо. Сильный разбег сейчас. Сильно, сильно разбегаем. С ним очень удобно работать, потому что Серёга, он такой мощный, хороший, Яна очень растянутый, поэтому с ними все вот эти поддержки, ну я не думаю, что каждый эту поддержку сделает, но им это удаётся. Так как она делает вот это одиночное вращение в бильмане, вот, как-то она вела так, что Серёжа может её оттуда вырвать и поднять. У нас уже есть задумка по поводу следующей программы, вот, потому что когда мы уже одну программу начинаем, мы всё равно уже начинаем думать, а что же дальше будет. Вот, и я думаю, что, ну, будет не хуже. Тут не сглазь. Тут не сглазь. Тут не сглазь. Тут не сглазь. Продолжение следует...